Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня понедельник, 16 сентября. У нас дождик. Я проснулась 4 утра, и дождик уже шел. Смотрите, это вот облака на горе. А что внизу? Знаете, у нас вчера, я когда спать ложилась, дождя не было. И первый раз за все это время, что мы вернулись вот за две недели, да? Вот сюда на крышу пришли обезьяны. Ой, на крышу, вот на эту полочку. Почему я знаю, что обезьяны пришли? Потому что, когда они устраиваются спать, они немножко переругиваются, там кашляют, еще что-то. И вот у них был там какой-то спор, толкались. Ну, а, наверное, когда дождь пошел, они не очень любят в темноте передвигаться, но им, наверное, пришлось уходить. Когда хорошая погода, я их застаю сидящими в обнимочку, просыпающимися и убегающими с этой полочки. А сегодня уже не застала. И даже собачкина кроватка, вот эта вот спутниковая тарелка, пустая. Конечно, собачка прячется где-то. Цветы. Цветы продают для храма. Это вообще смелая курица такая. Ничего не боится. Ну что, друзья, дорогие, опять доброе утро. Посмотрите, какой у нас Патрик мокрый. Вот я же говорила, что он... Ага, видит второй-то, видит второй. Говорит, что так это мелочиться? Сразу отдавай, да и все. Да-да, боди-вет. Я говорила, что они сегодня вот на крыше пытались ночевать наконец-то. Я хочу, чтобы он женился. Ты думаешь, он старый? Он говорит, он старый. Патрик. А ты, говорит, поженишься через два года. А ты, промис? Ты обещаешь мне? Но без, говорит, без этого. Без свидетельства о браке. Взял, взял в ножки. Сейчас возьму, попробую другой камерой его, поприближаю. Что-то он сегодня засиделся. А, все, все. Ну, да. Главное, молодец такой. He understands. Four is enough. Все понимает. Все, у него, да, у него... Ну, мокро, мокро. Вет, вет. I don't know how it's possible. Волнуемся уж. Как за родного. Да, все, ну, нормально. Все хорошо. Ага. Все, да, мы закрываем. Все, мы заняты. Пока. Арбай. Арбай. Все, пока-пока. Патрик. Смотрите, как он открыл. Не приходил. He not came to race. Да, да, я не знаю, что случилось. Разобрать, да. Мы же переживаем за тебя. Может, он был далеко. Может, он получил что-то. Может, он путешествовал. Может, они получили что-то. Это только еда, когда они приехали. Не знаю? Может, они получили еще место. Может, он у него есть девушка. Нет, девушка. Вы думаете слишком много о жене и девушке. But he alone, I worry for him. Мама, he's a grandpa. He's old. Да какой он старый? Он ребенок. Так, подожди, подожди, подожди. Товарищ. Да уж. Ты молодец, конечно. Папочка такая чавкает. Даже уже не уходит. На всякий случай присматривает. Что там еще у нас приныкано? Все осмотрел. Да-да, ес, ес. Да, он говорит, а то он говорит, осматривает, что там у них есть. Саши тоже это понял. Да, for banana modern enough. Usually he full satisfied. Да-да. After when he has lost, he will take hand and go up. Обычно, да, он полностью удовлетворен. Он, когда последний уже запрячет за щечки, он убегает на крышу. Ему тоже что-то досталось. He eating something, tomato, maybe something red. No, I mean, about other on the wire. No, no, let him go. Он что-то кушает тоже. Ему тоже что-то досталось. He has to find himself in home. Что-то сегодня Патрик не спешит. Патрик not hurry now. Не хочется ему на крышу убегать. Патрик, ну, уходи, а уходи. Все, у нас все закончилось. Ага, ты же ушел. А, пришел такой, начинаются эти шкурки показывать, как он голоден. Шкурки грызть. Прячется, прячется, да, не хочет видеть. Иди давай. Давай, не привыкай. Пятого не будет. No five. Only four. Да-да. Иди томата возьми. Иди, тебе помидорку несут. Подожди, подожди. Wait, wait, wait. Раз уж вернулся, так... Ну, теперь уж точно пока. Now for sure. Боже мой, бедолага, как же он пойдет-то? Нет, он охивилит. You don't want to eat in front of us. Да-да, ну, давай, давай, спрячемся. Пускай кушает, не стесняется. Все-все-все, кушай-кушай. Мы не будем смотреться. Вот это наше домашнее животное. Я подхожу, он убегает. Сиди, сиди, доедай нормально. Это ведь лаки, товарищи. Это вот наши лаки. Это ведь ты лаки. Правда ты? Это лаки. Сайрам, дорогие друзья. Добрый день. 12.30. Меня мой муж пригласил на обед в ресторан, который мы называем Боле-боле. Ну, как ресторан. Те, кто его видел, слово ресторан, скажем так. Вот, маленькое такое заведение. Ну, замечательный хозяин. Он был ученик Сайбаба, студент, вернее. Принцесса. Какие они яркие. Даже в будний день. Сегодня понедельник, однако. Вот. И Саша говорит, не забудь, что сегодня не готовь ничего. Я с утра что-то ему или предупреждаю, или даже не предупреждаю. Говорю, там замочу или фасоль, или дал, или фасою, или котлетки овощные сделаю. Но, вот, иногда говорю, что будет сегодня на обед тот, а он всему радуется. Вот, даже, даже борщу. Грибы он не очень любит. А сегодня специально предупредил. Я уже утром думаю так, чтобы мне замочить, чтобы мне затеять. Вот все время она тут. Любит она это место. У нее вот эта вот точечка-то на голове, она прям красавица, красавица. Но я вижу, что уже Саши там ждет, ручками машет. Поэтому не буду на собачек отвлекаться. К мужу дорогому приду. Поскорее. Сайрам. Сайрам. Все хорошо. Вот оча. Сайрам. Хорошо. Хорошо. Очень хорошо. Видите, они по-русски говорят. Какие все молодцы. Что-то мокрое. Я в своих прелестных тапочках. Мною любимых. А они тут намочили. У нас, кстати, вчера я опять такой шок получила. Пошла добавить свой кулер воды. Он в вентилятор, воду гоняет. И на основе этого прохладный воздух. Из-за того, что с водой. На меня прямо. Пошла добавить воды. А вода отключена в кране. Это же вообще. Я опять получила стресс. Понимаете? Что такое? Иди узнай. Он пошел вниз, говорит. Сказали чистят, чистят что-то там. И через три часа будет. Ну да, через три часа дали. Но подсознание-то у меня. Страх отложился. Без воды, а зато я тут не пролезу. Я вот тут вот пролезу. Угу. Ты высокий, и ноги у тебя тонкие. А я застряну. Животом. Или байку раню. Или машину. Так, ну все, я сказала про нашу неприятность. То, что свет отключают частенько, это нормально. А вот от воды у меня стресс. Ну. Валиас. Саи, Пинджаб и Даба. Он Пинджаба. Сейрам. 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 Он из Дели. Ага. У меня тоже есть. И он из Пинджаба. Пинджаб. Палле-балле. Палле-балле. Ага. У них сегодня встреча с этим, с этим мужчиной в Дели приехал. Так что у них будет беседа. Может по-пинджабски, может по-финдзи. А я просто пришла покушать. Холодная? Канда, канда. Канда, кандид。 Ага. Канда, кандид. У油. У них нет доль Corners в Пинджабе. Он говорит, 40 лет назад, в Дели он встретил русских из СССР. И тогда билет стоил только 15 долларов. Но не всем можно было приехать. И, как ему они объяснили, жене и мужу нельзя было вместе путешествовать. Они боялись, что они не вернутся. Я много тогда русских, говорит, встречал. Они привозили значочки СССР и дарили. Кто-то привозил шампанское. Продавали за 30 рублей за 40 рублей. Ему старший брат хорошо говорил по-русски. Они привозили золото к тому же. Даже 1-2 килограмма. Продавали на черном рынке. И покупали одежды. И привозили к себе в страну кожаную одежду. Вот так похудел хозяин этого ресторанчика. И у него даже позвоночник изъявился. Появился горба. Горба раньше не было. Сейчас я покажу вам его молодого. Он, я говорила, он был студент Саидаба. Фото. Вот видите, какой он тут красивый. Это называется тали. Тали это комплексный обед. Лепешка, чапасси, салат, рис еще принесут. Вот это вот карри, гоби, алу, да? Цветная капуста и картошка. И пенджаби карри, он говорит. Чертный баринок. И чатни. Чатни это, наверное, минт и кориандр. Кориандр, минт и чили, я думаю. Вот. Ну, еще рис принесут. И стоит очень дешево. Я не знаю, может быть, рубец 60-70. How much you can this now price? Sixty? Fifty? Fifty? Пятьдесят даже. Это очень дешево. Варить чип. Вот. И плюс вот этого вот таких талии, что во многих заведениях можно просить добавки. Там еще добавить чапасси, добавить риса. И они со вчерашнего дня предупредили, что они сегодня предупредили. Но все равно, мы ждали долго, он готовил свежее. Более проблемное. Вот. Приятного аппетита всем. Ложечки дали. А я еще думаю, ложек не дадут, если руки-то грязные. Как я буду снимать? Одну руку, значит, не пачкать. Вот. Жалко же камеру-то пачкать. Но ложки дали. Руками я тоже есть люблю. Пальцы пять элементов. И руками вкуснее. Я уже давно заметила, что руками почему-то вкуснее. Хаф-хаф-хаст, да? Нам достаточно одной. Саша почти не ест рис. Он больше лепешки ест. Мяукает кто-то. Где мяу-мяу? Вон котик. Убежал. Боится. Еще добавки карри принесли. Добавку лепешки принесли. Юит, юит. Спасибо. Вкусно. Котик, на. Ой, к себе в этот в тапок кинула. Котик. 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 Да? Дают еду? Котик. Ладно. Котик. 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 Наверное, в прошлой жизни они были политиками. Вот так же горячо они говорят о политике, так же горячо говорят о бизнесе. Пожалуй, я пойду. Все, говорит, ты иди. Я с ними побеседую. Ну все, а че? Все, окей, good bye. Так, вот так я хотела котенку помочь. Кинула свой тапок. А я вчера посмотрела, очень мне нравится. Единственное, что я смотрю, какую программу из России, мне кажется, стараюсь не упускать. Это жизнь других Жанны Бадоевой. И вчера мне даже несколько зрителей в личку написали, кто-то в комментариях, что будет жизнь других из Дели. Я посмотрела, мне очень эта передача нравится, очень нравится Жанна Бадоева и формат передачи. Вот. Но почему-то я не знаю. И сделана она была очень деликатно, дружелюбно. Но все равно у меня какое-то такое, знаете, ощущение осталось немножечко угнетающее. Я вижу ту же самую индию, но мне кажется, какие-то краски вот передачи были тусклее. Ну, мне все вот понравилось, вся информация, которую они давали. И, естественно, 40 минут, 40 минут не уложиться. Ну, как-то мне ничего не соврали, ничего. Молодцы. Не приукрашивали и не приучерняли. И я, конечно, понимаю людей, на которых производят все это гнетущее ощущение. Но как-то я вот все по-другому вижу. Вовремя я возвращаюсь. Дождь. Опять. Видите, крупные капли. Пора, пора бежать. Да. И двери закрывать. Так ты все-таки лаки. Ну, ты точно лаки. У тебя есть уже карета, домик. Ой, бегом, бегом, бегом. И я сейчас сидела, когда в этом кафе, смотрела на фотографию хозяина, смотрела на него, который он сейчас. И мне так плакать хотелось. И я не пойму, от чего. Так прямо грустно было. И у меня все это до кучи нашло. Вот. Что жалко. Что с ним случилось. Так похудел. Вот эта вот спина согнулась. И вчера весь вечер тоже я смотрела информацию. про Анастасию Заворотнюк. Ну, да, слез. Мне ее просто жалко было. Может, поэтому вся эта вот сегодняшнее у меня такое настроение. Вот не могу. Мне кажется, счастливая, любимая, красивая, прекрасная девушка. Но это, мне кажется, настолько несправедливо. Ну, женщина, 48 лет, конечно. Жить да жить, любить да любить, выращивать детей. Как же так? Вот. Все это... Ну, все равно, когда артисты уходят, да, их очень жалко. А ее мне почему-то больше всех. Больше всех жальче. Хотя я не была фанатом моей прекрасной няни. Ну, и иногда смотрела, конечно. Потому что это легкое такое развлечение. Посмотреть, отвлечься. Здорово, весело. Вот. Очень бы хотелось, чтобы здоровье вернулось к ней. Очень жалко. Сочувствие выражаю и семье, и знакомым. И близким, и всем, кто ее любит. Мне она, вот, правда, очень-очень нравится внешне. И мне кажется, она очень доброй женщиной. И так судьба ей все отмерила. И любимому мужчину, прекрасных детей, мама, дома, работа. Ну, вот только живи и радуйся, как икона, как картинка. Ну, что ж такое-то. Дорогие друзья. Извините, что, конечно, вот я сейчас так это все высказала. Обычно я стараюсь на позитиве заканчивать. Но мне и самое от всего этого грустно. Берегите друг друга. Берегите своих близких, себя. Цените каждый день, каждый миг. Есть только миг. И надо всему радоваться, да, стараться хотя бы. Вот, я вас всех обнимаю, всех люблю. До встречи, сыра.